Всем привет, ребята! Сегодня хотел бы рассказать вам историю моих отношений с телефонами. Короче, я продал Mi 8, я еще продал MacBook Air, который я покупал летом, но сейчас расскажу для чего. И еще расскажу про iPhone XR. У меня вот под каждым постом, в каждом видео, на каждом стриме спрашивают, когда, когда XR купишь, когда его уже, когда он будет у тебя. Давайте по порядку. Я продал Mi 8, ездил два дня назад в Томск, город Томск, и там продал свой Mi 8. Почему? Потому что, если я сейчас покупаю XR, мне, получается, не нужен будет больше Mi 8. То есть, зачем мне два флагманских телефона, когда я буду пользоваться только одним? То есть, он будет лежать дешеветь, Mi 8. Мне это невыгодно, я его, собственно говоря, продал. Продал я его, сразу скажу, за 24 тысячи рублей. Я бы его в любом случае, наверное, даже продал, если бы даже у меня не было бы iPhone XR, я бы его все равно продал, потому что он у меня был на русской прошивке. Меня это не устраивало, потому что он ни разу у меня не обновился за то время, которое я им пользовался. Был на MIUI 9.5, хотя глобальная версия уже была, глобальная прошивка уже была MIUI 10. То есть, я больше никогда не буду покупать все телефоны Xiaomi с русской прошивкой, потому что это полная жесть, полная лажа. Я его продал за 24 тысячи рублей. У меня был вариант 6.64, черный вариант, в идеальном состоянии, ну, 24 тысячи. Продал да продал, ладно уже. Продал я также MacBook. MacBook я продал почему? Потому что я так и не смог привыкнуть к macOS. Мне понравился сам ноутбук, то есть, мне понравился звук, мне понравилось быстродействие, мне понравилось, что он маленький, компактный. Мне понравилось, как он держит батарею. То есть, все было неплохо, но именно из вот этой вот операционной системы я так и не смог им пользоваться нормально. Ну, просто потому что я к ней не привык. Для меня она оказалась слишком сложной, хотя кто-то говорит, что она наоборот легче, чем винда. Мне вот показалась винда более легкой. Этот эксперимент можно признать неудавшимся по приобретению MacBook. Ну, не понравилось мне macOS. Вот я говорю, iOS, iOS, мне понравилась мобильная операционка Apple. Вот, и теперь у меня есть бабки. Теперь у меня есть бабки на руках, теперь у меня есть полная сумма на iPhone XR. То есть, я его могу пойти и купить. Сегодня 26 октября, сегодня старт продаж мировой iPhone XR. То есть, сегодня он только начинает продаваться официально. То, что вы видели видео, например, у тех же, вы скажете, я видел видео уже у Вилсакома, у него он был там 3 дня назад, этот XR. Да, но обычным людям его нельзя было получить именно до сегодняшнего дня. То есть, Apple засылала именно блогерам таким большим телефоны XR, чтобы они сделали видео перед стартом продаж, чтобы подогреть интерес к этому телефону, чтобы люди посмотрели видео и захотели себе купить этот телефон. Но обычному человеку никак нельзя было достать XR до 26 октября, как раз до сегодняшнего дня. И сегодня он начал официально продаваться в России. Вот. Давайте расскажу, чем я сейчас пользуюсь. Я сейчас пользуюсь iPhone 7. iPhone 7 пока что, пока что у меня нету XR. Вот. Почему вы спросите не каким-нибудь Honor 8X? Honor 8X я попользовался, но там камера не очень. Камера мне не очень понравилась. Ну, потом я тоже в обзоре расскажу. И еще хочу сказать, что я предзаказал iPhone XR. Но мне не сказали, когда точно он придет в магазин, в котором я могу его забрать. То есть, вы понимаете, да? Я оформил предзаказ, и как только он появится в магазине, так мне сразу сообщат, и я поеду его забирать. Конечно, я бы хотел, чтобы это произошло как можно раньше. Но я понимаю, что сейчас на iPhone XR высокий спрос в России. Я прочитал, что спрос на iPhone XR в России больше, чем на iPhone XS, который вышел месяц назад, в полтора раза. То есть, больше людей интересуется именно XR. И это неудивительно, потому что XR дешевле, и XR практически ничем не отличается. Он даже в каких-то моментах лучше, чем XS. У него батарея лучше, у него там, ну, экран, да, там, не такой дорогой будет в обслуживании, если вы его разобьете. Много цветов, это тоже для кого-то плюс. Ну, кто-то хочет себе, допустим, голубой телефон или оранжевый, коралловый. Заказал я, кстати, в черном цвете. Многие спрашивают, вот, вот в таком цвете заказал себе iPhone XR. Многие негативно к этому относятся, потому что говорят, что это слишком скучно, это слишком банально, и это слишком, ну, как-то уже привычно. Надо было брать какой-то цвет другой. Но, по моему мнению, что черный, он наоборот такой цвет, который не надоест. Он такой, как бы, нейтральный, да, голубой, яркий голубой или какой-нибудь ярко-красный. Мне кажется, они, наоборот, быстро надоедят, если каждый день его смотреть. Да и тем более, я все равно телефон одену в чехол, и там не будет даже видно, какого цвета у меня задняя крышка. Поэтому разница небольшая. И плюс, я думаю, черный телефон, он более такой классический, универсальный, его будет потом легче просто продать. И я не один такой. Если вы посмотрите статистику, то я читал большинство предзаказов именно на iPhone XR черного цвета, как и я, собственно, сделал. Поэтому здесь... Ну и плюс у нас еще, я думаю, это из-за стороны. Я думаю, у нас в России как бы черный цвет, это больше, чем цвет, да, потому что черный, он уже ассоциируется с чем-то таким, ну, как черные джипы там, черные там, ну, вы понимаете, там, бандитизм какой-нибудь. Ну, это мое мне личное мнение. Я думаю, просто черный у нас как-то в стране более, так скажем, популярен и более уважаем, чем в каких-нибудь других странах. Да, я думаю, в Таиланде там мало будет каких-нибудь предзаказов черных, там, наверное, будут только цветные или где-нибудь в Европе. Ну, это мое личное мнение, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но я вот свое мнение высказал. Вот, поэтому, ребята, я сейчас жду XR, я, в общем-то, все рассказал, Mi 8 продал, а этот MacBook продал. Теперь у меня все равно много еще телефонов, которые на продажу, надо и дешевенькие телефоны продать, и iPhone 7 надо продать, пока что-то никак не продается. Так что, ребята, вот такие дела, вот такая вот у меня новостная, новостной выпуск получился. Как только я, конечно, получу iPhone XR, я сделаю кучу видео про него, я сделаю видео, как я его забирал, причем у меня еще будет трейд-ин. Мне интересно, как трейд-ин пройдет, я ни разу не сдавал телефон в трейд-ин. Интересно. Я возьму все свои iPhone'ы и попробую какой-нибудь сдать, какой выгоднее будет сдать. Возьму даже с AliExpress'а iPhone'ы, не знаю, примут они или нет. На этом все, ждите новостей, подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok